Представляете, что такое трансляция работы парламента? Вот у нас 10 часов заседания. Кто его посмотрит? 10 часов! То есть должны быть какие-то люди... Это будущие страны. А? Это будущие страны. Согласен, это будущее страны. Но с точки зрения обывателя, который, скажем так, очень устает в этой жизни, который бьется каждый день, сражается за свой кусок хлеба, у него просто нет возможности. У него нет, во-первых, образования понять, что там говорят. Какие-то ассигнования, какие-то там, значит, субсидии, поправки. Все это достаточно сложно, даже образованным людям сложно. Я имею в виду, у кого есть юридическое образование. А что уж говорить о жителях какого-нибудь села, которые просто, мягко говоря, ничего не поймут. Даже если найдут 10 часов на то, чтобы это все пересмотреть. И давай так, ты как человек, который в этом разбирается, ты же понимаешь, что там 90% того, что на этом заседании будет, оно не стоит внимания. Это какая-то техническая, бюрократическая фигня, которая ни на что не влияет. Приведение в соответствии законодательства. Какие-то, значит, там поправки, изменения, значит, в формулировке. Ну, это можно перемотать. Повестка дня тоже публикуется в заседании. Ну, понятно, что это можно перемотать, но... Ну, давай так. Вот в повестке дня вопрос. Внесение изменений в некоторые законодательные акты. Я юрист по образованию, я вот когда такое читаю, я вообще в шоке. Это как мне разобраться, а что конкретно это за законодательные акты? А это вот документы, раздаточный материал, там вот 46 страниц, вот прочитайте, потом поймете. Я вот читаю, а там вот просто, ну, такие формулировки, что даже я ничего не понимаю, как гражданам-то в этом разобраться. То есть создаются условия для того, чтобы отбить у людей желание заниматься политикой, вникать в эти процессы. То есть нужно очень, вот этот очень сложно написанный, технически и юридически сложно сформулированный текст, его нужно кто-то, чтобы расшифровал. Вот поэтому, когда я читаю какие-то сообщения в социальных сетях, в Директе, там, в Инстаграме, там, ВКонтакте, в Одноклассниках, кстати, кто не подписан, ссылки на них в описании к видео. Обязательно, там, я встречаю такие фразы, они говорят, Николай, ты очень понятно нам все объяснил. Ну, вот именно вырвать суть оттуда, вот того, что происходит. Вот у нас, например, в пятницу было заседание, там, группы рабочей по государственному строительству, оно шло 3 часа. Рабочая группа 3 с лишним часа шла. Было 9 вопросов повестки дня. Вот 9 вопрос был по-настоящему важный. А первые 8 вопросов были, вот у нас поправку Конституцию приняли, поэтому вот нам нужно теперь в уставе, в основном законе нашего региона прописать, что вот новые требования к сенаторам, что они теперь не члены Совета Федерации, а сенаторы. Ну, просто, ну, кому это нафиг интересно? Кто, во-первых, там разберется в этих тонкостях, во-вторых, кому это нужно? А вот 9 вопрос был действительно важный. Мы снимем, смонтируем, выложим во вторник, скорее всего, ролик на эту тему, посмотрите, о отмене списков. Теперь депутаты, кандидаты в депутаты от Единой России будут идти с самыми выдвиженцами, да, как это было на выборах в Московскую городскую думу, например. Естественно, в этом случае победить будет значительно легче, за Единой Россию же больше никто голосовать не хочет, поэтому она не помощник, не поддержка, она якорь, который будет тянуть вниз и без того никого неизвестных или, напротив, негативно популярных, известных единороссов еще и дополнительно будет топить это клеймо, что ты жулик и вор. Так вот, вот этот 9 вопрос, он был очень важный. Ну, раньше это было только в телевизионном репортаже. Вот, когда ты говоришь, что вот это вот трансляция и так далее, ну, давай так, ну, в 2013 году я вообще не думаю, что где-то в России эти трансляции велись, потому что интернет был немножко другой, YouTube был немножко другой, социальные сети были не такие, как сейчас. Не было же вот этих видеокамер там сейчас у каждого в телефоне, но это было все технически не подходило. А сейчас с развитием научно-технического потенциала, ну, это все нам доступно, и мы можем это снимать и выкладывать, и очень легко гражданам эту информацию получать теперь. За это не нужно переплачивать деньги. Ну, ты помнишь, вот, как раньше у нас интернет, что такое, когда этот безлимитный интернет широко разошелся? Он же всегда был, за это же много денег приходилось платить. Слушай, ну, безлимитный интернет без малого, я думаю, уже лет 15. А? Лет 15. Ну, вот я, не знаю, 5, 6, 7 год. Уже там, может быть, скорости были не там заоблачные, но там 50 мегабит, там 20 мегабит, ну, в центральной полосе, скажем, там, не берем там Якутию, Хакасию. Ну, понятно, но ты сейчас говоришь о компьютере, а я говорю вот о телефонах, о гаджетах, о планшетах. Ну, не было раньше такого. Ну, там 10 лет назад, я не могу себе представить, у меня там кнопочный телефон был, чтобы я с него там зашел, посмотрел, пока еду на работу, какой-то там ролик, что там происходит в Государственной Дубе, или в нашем региональном парламенте. А сейчас это стало возможным. И, конечно, у власти в связи с этим большой кризис, потому что им нужно, чтобы этот процесс был тихий. Потому что, если этот процесс будет резонансный, это будет открывать людям глаза и обращать их внимание на политику. А в этом случае они будут невольно, да, сами того, может быть, там, ну, они будут бороться с властью, потому что их это все не будет устраивать. Они будут ходить там на выборы протестных, голосовать, они там будут на митинги ходить, потому что эта инициатива, вот этот закон бьет по всем и по этому гражданину в том числе. И, конечно, это для власти очень неприятно. Раньше им удалось, удавалось это контролировать, как-то лимитировать вот этот негатив. Сейчас это уже не подконтрольный для них процесс. Продолжение следует...